Доброе субботнее утро! Добрый пастырь! Однажды царь Давид, который в прошлом был пастухом, сказал такие слова. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Как важно сегодня человеку иметь цель в жизни. Как важно человеку иметь поводыря в жизни Господа, который бы вел бы его по злачным пажетям, как пел хор, который бы водил его к водам тихим. И если даже человек идет в долину из смертной тени, чтобы он чувствовал Божью поддержку рядом. Давайте вместе с вами сегодня мы откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем притчу, в которой Христос представлен нам как добрый пастырь, который пасет своих овец и водит их по жизни. Евангелие от Иоанна, 10 глава, мы прочитаем с вами с первого текста. Это 114 страница Нового Завета. Христос, обращаясь к людям того времени, обращается и к нам и говорит, «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, или другим путем, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцем. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им». Итак, в этой притче и в последующих текстах Священного Писания Христос на примере овец и пастыря хотел показать отношение Бога к своему народу, к людям, живущим на земле. И в этой притче Он хотел открыть путь, ведущий ко спасению. Овцы в этой притче — это кто? Это люди, это верующие в Иисуса Христа. Пастырь — это кто? Пастырь — это Иисус Христос. Интересно, что овцы являются действительно, как дети сказали, добрыми, беспомощными, смиренными и кроткими животными. Овцы очень пугливы, и они чувствуют себя плохо, одиноко. Когда они вместе, им хорошо. Овцы беззащитные. Есть случаи, когда всего лишь один волк, забиравшийся в ограждение или во двор, где ночевали овцы, где они проводили ночь, один волк мог загрызть целое стадо овец. Эти овцы не могли сопротивляться. Они безобидны. Эти животные нуждаются в постоянной защите и охране. И поэтому Господь сравнивает верующих или тех, кто верит в имя Господа, в христиан, с овцами в хорошем отношении. Это те, кто нуждаются в постоянной заботе, в постоянной охране. И сами по себе они беспомощны. Овцы, мы читали сами в притче, они знают голос своего пастыря. Интересно, что овец после пастбища приводили в загон. Это было огражденное место такое, и под открытым небом эти овцы ночевали. Был сторож, который охранял этот загон. И иногда в этом загоне могло быть несколько стад от разных пастухов, от разных хозяев. И вот все эти овцы стояли там, в этом большом загоне. И когда приходил пастух, он заходил в этот загон и издавал определенные звуки. Он звал овец. Они слышали его голос. И именно эти овцы, которых пас этот пастух, они выходили к нему. Они слышали его голос. Один миссионер, которого звали Харклей, описывал, как он путешествовал по Греции и также восточным странам. Однажды он попросил пастуха, который там пас овец, позвать одну из овец. И он спросил, правда ли, что овца узнает голос пастуха? И тогда овец по имени назвал овцу. И овечка выбежала из стада и подбежала к нему. Она узнала голос своего пастыря. Овца с большой готовностью подбежала пастуху. На чужой голос овцы не откликались, а наоборот убегали. Некоторый овец в моем стаде говорил пастух еще дикий, но через некоторое время они привыкнут, они узнают мой голос и также будут откликаться. Интересно, что в этой притче Христос говорит, что овцы или последователи мои, верующие в имя Мое, они знают мой голос, они узнают мой голос, они слышат мой голос. Но возникает вопрос, как нам знать голос пастыря? Как нам узнать среди множества голосов, которые сегодня раздаются, истинный голос, голос доброго пастыря, голос пастыря, который ведет по злачным пажетям и ведет нас вжить в жизнь вечную. Наверное, вы согласитесь, если взять обыденную жизнь, чтобы знать чей-то голос, нужно что делать? Вот если человеком. Нужно общаться с ним, правда? Я вспоминаю, когда я жил в семье, мы жили в пятиэтажном доме, на пятом этаже, отец, мать, брат и я. Я сидел дома в комнате, и я слышал, как в подъезде дверь открывалась, и кто-то поднимался по ступенькам. Я говорил, о, это папа идет с работы. Потому что по звуку его шагов я уже определял. Но когда я слышал, что стучали каблуки, и именно какой-то определенный такой звук издавали, я говорил, о, это уже кто идет? Это мама. Да, это соседка, напротив. И вы знаете, зачастую я говорил правильно, потому что, живя в этом доме, общаясь со своей семьей, видя своих соседей, слыша, как они поднимаются, уже даже по звуку их шагов я определял, кто идет. Тем более в семье, когда люди общаются, они узнают друг друга, они слышат свой голос, они могут издали услышать приближение знакомого им человека, его голос, и узнать его. Христос желает, чтобы мы с Ним постоянно общались. Тогда мы сможем узнать его голос, и мы сможем выйти к Нему, когда Он нас позовет. Общение с Богом происходит через Библию. Священное Писание — это та книга, которая открывает нам голос пастыря нашего. Сегодня есть много книг, интересных, полезных, есть те, которые могут ввести в заблуждение, но самая важная книга — это Библия, это Священное Писание. Отсюда мы слышим голос нашего пастыря. И если мы читаем эту книгу, если мы общаемся с Богом, читая Библию, тогда мы узнаем голос, обращенный к нам. Мы увидим путь, куда нам идти. Мы увидим дорогу, куда нам следовать. Христос говорит в этих текстах, «За чужим же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Священное Писание поможет нам избежать чужих голосов. Интересно, что после воскресения, распятия Христа, в мире появилось много лже-пороков или лже-христов. История говорит, что во II веке, после Рождества Христова, был лже-христос Баркхопа, иудей. Он восстал против римлян, был убит. В восстании было подавлено. Погибло примерно от 500 до 600 тысяч человек. Как много людей были увлечены этим голосом. Позже лже-христы были во Франции, Испании, Марокко, Персии, Моравии, затем в Индии, Нидерландах, Ост-Индии. В 1500 году в Австрии Равен Лемлен объявил себя предтечей Христа и разломал свою кухонную печь, сказав евреям, что в следующем году они будут печь уже хлеб в Палестине, что они вернутся на свою обитованную землю. Как много история, говорит, была лже-христов. И из-за того, что люди не исследовали священное писание, они увлекались чужим голосом и уходили. Вы знаете, если взять современное время, то еще совсем недавно одно из лжеучений, которое появилось, это Белое Братство, наверное, вы слышали о том, основанное в 1990 году в городе Киеве парой семейной. В 1993 году оно было разоплачено. Было много последователей. Лидер организации, Юрий Кривоногов, так его звали, из Донецка, назвал себя Иоанном Святым или Крестителем, а его жена была объявлена Мария Деви Христос, объявив себя Девой Марии, живым воплощением Христа, одновременно его матерью и невестой. Интересно, что тысячи людей были увлечены этим лжеучением. Многие люди до сих пор верят в это учение. Был суд, были осуждены эти люди, и недавно Мария Деви Христос, вышла из заключения и снова организовала это учение, это течение. Специалисты, которые изучали этот вопрос, говорят, что те люди, которые были в этом обществе, потребуются около двух лет, чтобы избавиться от психологического воздействия, которое было оказано на них. В основном, это были люди 20-летнего возраста, юноши и девушки с гуманитарным складом ума. Тысячи людей, одетые в белые одежды, поклонялись этому человеку. Они были увлечены чужим голосом, не зная Священного Писания. Как много людей сегодня не знают голос пастыря. Однако Христос говорит, мои овцы, они что? Они знают голос пастыря. Вы знаете, не обязательно изучать лжеучение, чтобы отличить истину от заблуждения. Нужно знать просто что? Истину. Да, нужно знать истину. Христос говорит, мои овцы, они знают мой голос. Они защищены от лжеучений. Однако, знать голос Христа, это не просто соглашаться с истиной. Знать голос Христа, это значит следовать за Ним. Овцы не только узнают голос, но они и что делают? Они бегут. Они бегут за своим пастырем. Вы знаете, люди в семье могут жить, они могут знать друг друга, они могут узнавать друг друга, знать свой голос, но при этом, к сожалению, они могут не любить друг друга. Знать голос Христа и откликаться на этот голос, это значит любить своего пастыря и следовать за Ним. Это значит доверять Ему. Пастух не гонит своих овец, они сами, чувствуя свою беспомощность, идут за Ним. Знать Бога, это значит любить Его и иметь с Ним самые тесные близкие отношения. Об этих отношениях пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в пятой главе в тридцать первом и тридцать втором текстах. Давайте мы с вами откроем Священное Писание в пятую главу, это 238-я страница Нового Завета и прочитаем с вами с тридцать первого текста. Апостол Павел пишет, «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть. Тайность и я велика, я говорю по отношению ко Христу, и к церкви». Совсем недавно, в прошлое воскресенье, у нас была свадьба, да, здесь это было торжество, и многие из присутствующих были на этой свадьбе. Здесь был стол торжественный, венчание, и, наверное, все обратили внимание, с какой любовью невеста смотрела на своего жениха, правда? Она не могла отвести взгляд от него, она радовалась этому событию. Мужчины более сдержаны, жених тоже смотрел с любовью, но, знаете, как мужчина, так скрывая чувства, да, но невеста, она не скрывала свои чувства. В ее взгляде было видно, что она ожидает этого момента, когда будет венчание. Апостол Павел говорит, «Тайна сия велика». Кто постигнет эту тайну? Эту тайну единства человека с Богом. Как двое людей, оставляя свой отчий дом, объединяются, теперь одна плоть, они живут вместе, они любят друг друга, они узнают друг друга, теперь одни, одно целое. Так и апостол Павел говорит, это, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. Овцы не только, или верующие Иисуса Христа, они только знают голос своего Учителя, они любят Его. Они фактически становятся одно со своим Учителем. Желание Учителя — их желание. Желание или воля Христа становится для них волей. Они любят Его, они доверяют Ему, они следуют за Ним не из страха и не из-за того, чтобы только поесть на злачных пажетях, но и из любви к своему Спасителю. Чем больше мы будем знать о Христе, тем больше мы будем размышлять о Его любви, чем больше мы будем видеть отношение Бога к нам, тем больше в нашем сердце будет любви к Нему. Он станет для нас близким и дорогим, подобно, как два любящих человека живут в одной семье. В книге «Песни песней» в пятой главе в шестнадцатом тексте, это уже Ветхий Завет, давайте мы откроем с вами эту книгу и прочитаем ее. Суламита говорит о своем возлюбленном. Книга «Песни песней Соломона», пятая глава, шестнадцатый текст, это шестьсот семьдесят восьмая страница Ветхого Завета. Думая о своем возлюбленном, представьте, верующий человек или церковь, думая о Христе, вы, когда думаете о Господе, можем ли мы сказать такие слова, как Суламита, «Уста его сладость и весь он любезность, вот кто возлюбленный мой и вот кто друг мой Чели Иерусалимский». Когда в нашем сердце совершится эта тайна познания Божьей любви, мы скажем, как Суламита, «Христос мой возлюбленный, уста его сладость и весь он любезность». Овец Христос зовет, они знают Его голос, они следуют за Ним. И далее в этой притче Иисус говорит, куда Он ведет овец. В Евангелии это Иоанна, в 10 главе. Давайте мы снова откроем Священное Писание и вернемся к нашим текстам, 114-я страница. В 7-м и 9-м тексте Христос говорит, «Итак опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овца. Я истинь дверь, кто войдет Мною, тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет». Итак, Христос ведет своих овец на пажить, на добрую пажить. И Он говорит, «Кто войдет Мною, и Я истинь дверь, тот что сделает? Тот спасется». Христос ведет сегодня нас ко спасению. Он ведет нас к жизни вечной. Священное Писание говорит о том, что вскоре на нашей земле произойдут удивительные события. Христос придет на нашу землю, и тот мировой порядок, который существует, сегодня изменится. Будет Царство Иисуса Христа. И сегодня Христос ведет тех, кто слышит Его голос, кто знает Священное Писание, кто любит Господа всей душой и всем сердцем в это прекрасное Царство. И далее Христос уже в 11-м тексте говорит этой же главы Евангелия Теана. Я исьм пастырь какой? Добрый. Ну, вы знаете, пастыри есть разные, да, пастухи, если взять. Вот кто-то любит животных, вот, и с любовью обращается с ними, а кто-то может палкой бить, да, или камнем бросать в животное. Но Христос говорит, я исьм пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Христос открывается к нам как добрый пастырь. Вы знаете, пасти овец это дело очень нелегкое. В древности пастух, пасущий овец, сегодня прикладывал для этого немало усилий, чтобы сохранить свое стадо. Когда он выводил свое стадо из загона, он звал овец, овцы слышали его голос, они шли за ним. Он вел их на злачные пажите по местам. Затем он подводил их к колодцу и иногда черпал воды, чтобы они попили, или к ручью, или к реке. Он оберегал их от хищных животных. Посох, которым он ишел, с одной стороны, он управлял стадом, направлял его, с другой стороны, он был заострен и мог этим посохом, он мог защищаться от хищного животного. Иногда у пастуха был камень и такой, ну, проща называют, такое орудие, которое мог размахнуть камень и бросить его в хищное животное. Зарматок пастуха был незначительным. Он получал небольшие деньги, мог пользоваться теми продуктами, которые производят этот овец, молоком или сыром. Если пастух пас далеко стадо от загона, он строил себе шалаш и там, в этом шалаше, на какое-то время находился. Дождь был или зной, он пытался укрыться там. Одежда его была очень простой, плащ, посох и сумка с пищей. Вечером, когда пастух возвращался домой, он пересчитывал свое стадо. В загоне был проем, он ставил посох и овца, наклоняясь, проходила через этот посох и заходила стадо. И он пересчитывал, пересчитывал, все ли овцы пришли. И бывало так, что какой-то овцы не было. Стадо большое и где-то одна овца отбилась, как в этой истории убежала, и ее нет. И пастух теперь оставлял всех этих овец в загоне, он закрывал их. И хотя уже было поздно, он был уставший, уже конец дня он прошел не один километр, он сам желал что сделать? Отдохнуть, положить свои уставшие ноги на лежанку. Да, но теперь он собирал свои вещи, брал посох и отправлялся на поиски пропавшей овцы. Христос говорит, я и сам пастырь добрый. И в другом месте Священного Писания, в Евангелие Луки в пятнадцатом тексте Иисус говорит людям, кто из вас, приведя сто овец и одно недовсчитавшись, не пойдет ее искать, оставив девяносто девять в загоне. И Христос говорит, я тут пастырь, который пришел взыскать и спасти погибших. Есть люди, которые сегодня в отчим доме, они спасены, они имеют надежду, но есть и овцы, которые еще разбрелись, они беспомощны, они сами не придут к стаду, их нужно искать. И Христос отправляется на поиски таких овец. Представьте, пастух, который не недосчитался одной овцы, он оставляет все стадо, закрывает его и идет на поиски, уже темно, он зовет овцу, он ищет ее, он зовет ее по имени, он прикладывает усилия, поднимается, может быть, по скалам, по тем местам, где он и шел. И вот, наконец, вдалеке он слышит блеяние этого слабого, беспомощного животного. Скажите, с какой радостью он берет его, возможно, на руки или ведет за собой. Возможно, и вам приходилось что-либо терять у кого-то из домашних животных, когда они теряются и находятся, это большая радость. И вот пастух, находя эту овцу беспомощную, он берет ее, возможно, на руки, если она маленькая, он прижимает ее к себе, овца чувствует тепло, она успокаивается, да, но на шерсть этой овцы падают слезы пастуха, который радуется, что он нашел это животное. И Христос говорит, я тут добрый пастырь, я тут добрый пастырь, который пришел, чтобы собрать свою старую, чтобы ввести его в Царство Небесное. Я оставил небо, я пришел в этот мир, как пастух, взял посох, взял простую одежду, пищу, и я служу людям, чтобы они увидели, куда ведет, куда я, чтобы они увидели путь, ведущий ко спасению, к жизни вечной. Но далее Христос говорит нечто большее, Он говорит, я есм пастырь добрый. И далее Он продолжает, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Если вдуматься в эти тексты Священного Писания, то мы увидим еще большую любовь. Для нас откроется тайна, которую писал апостол Павел. Это не простой пастырь, который ищет овцу, но который даже отдает свою жизнь ради спасения овцы. Священное Писание в книге пророка Исаия предсказывало о страданиях и смерти Иисуса Христа. Давайте мы с вами откроем книгу пророка Исаия 53 главу, 6 и 7 тексты этой главы. 724 станица Ветхого Завета. Пророк Исаия пророческим пером написал будущее. Он говорит, все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, на Христа, грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. И теперь сам Христос уже является этим ягненком или овцом. И он говорит, как овца ведь он был на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В этих текстах уже сам Христос становится ягненком того, которого приносят в жертвы. Сегодня на субботней школе мы говорили о жертвоприношениях, которые совершали в древности. Вы знаете, это было необычное действие. Возможно, сегодня мы, читая об этом, как-то привыкли, но если давайте вдумаемся, как это происходило, и представим эту картину, когда человек, согрешивший, берет этого беспомощного ягненка. И этот ягненок не сопротивляется, его не надо, знаете, силой что делать? Тянуть, да, он послушно идет за своим хозяином. Он приходит к месту, к святилищу, где священники совершали служение, и символически на это беспомощное животное переносится грехи этого человека. И затем человек, который согрешил, он должен был взять орудие, нож или другое орудие, и собственноручно принести в жертву, лишить жизни этого ягненка. В 2005 году в Москве на улице Хачатуряна на религиозном празднике Курбан-Байрам было публичное жертвоприношение там в мусульманском, это был мусульманский религиозный праздник, и многие организации в защиту животных выступили против этого. Они считали, что это негуманно так вот, ну, прилюдно лишать жизни это животное. Животному перерезают горло, течет кровь, оно жадно глотает воздух и потом умирает. В 2006 году после настойчивых обращений жителей Москвы был введен запрет на публичное жертвоприношение. В мечети было разрешено приносить только одно животное. Представьте, в то время, когда еще Христос не был распят на кресте, происходило нечто подобное. И возникает вопрос, неужели Бог настолько жесток, чтобы простить Ему нужно было принести в жертву это животное. Однако, Библия пишет, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. К сожалению, Священное Писание пишет, что каждый человек, живущий на земле, он согрешил. И каждый человек нуждается в прощении. Но без пролития крови не бывает прощения. И эти жертвы, которые приносили люди, которые должны были им внушить всю отвратительность греха, они указывали на грядущую жертву на Христа, который должен был прийти в этот мир. Бог не пьет кровь тельцов, как он говорит в Ветхом Завете, и не ест мясо овнов или козлов. Но когда человек своей рукой приносил жертву животное, и когда он видел, как из него истекала кровь, и как это животное в агонии мучилось, в этот момент Бог хотел запечатлеть великую истину, что грех ведет к чему? К смерти. Нельзя относиться ко греху легкомыслями. Нельзя совершать грех и надеяться на то, что как-то оно будет, как-то оно пройдет. Грех ведет к смерти. Бог также хотел запечатлеть великую истину, что есть Искупитель, тот, который берет на себя наши грехи. Эта жертва вызывала и сожаление, и одновременно радость. Сегодня у нас есть нравственный закон или десять заповедей, и Бог хотел этим жертвоприношением внушить глубокое сознание того, что нарушение даже одной заповеди ведет к смерти. Но эти жертвы, они не располагали Бога к человеку. Они должны были изменить жестокое сердце человека и обратить его к Богу и указать на будущую жертву Иисуса Христа. Когда животное приносилось жертву, кровью укропили жертвенник, совершался обряд, и человек уходил оттуда прощенным. Нечто подобное сегодня происходит и в нашей жизни. Сегодня нет нужды приносить в жертву животных, ибо эти жертвы указывали на Христа. Но Библия пишет, что Христос совершенная жертва. Бог, явившийся во плоти, пришел на эту землю, отдал свою жизнь и пролил кровь ради нашего спасения. И если даже сегодня смерть овцы, как ритуальное жертвоприношение, в частности, в Москве, которое совершалось, вызывает у людей что? Сожаление, возмущение. Когда они видят, как это животное истекает кровью, жадно глотает воздух и умирает, то насколько более, когда мы смотрим на смерть Христа, мы должны испытать сожаление, сочувствие и раскаяние во грехе. Священное Писание пишет, как овца веден был он на заклане. Овца идет послушно, она не сопротивляется, так и Христос, послушный Божьему плану спасения, пошел на крест. Но вы знаете, если животное просто ведут и над ним никто не ругается, его просто приносят жертву, то в жизни Христа произошло нечто большее. Библия описывает заключительные сцены жизни Христа. Смерть Христа была нечто большим, нежели смерть живого. Овцу просто вели на заклание и приносили в жертву. Но Христа, перед тем, как распять, надругались. Над ним надругались, его подвергли позору и издевательству. В Евангелии от Марка в 15 главе давайте мы прочитаем некоторые тексты этого заключительного события. Перед смертью Христа что происходило? Евангелие от Марка 15 глава с 15 текста. Это 58 страница Нового Завета. Тогда Пилат желая сделать угодное народу отпустил им варавву, а Иисус обив предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию и собрали весь полк и одели его в багреницу. Багреница это ткань, которая была окрашена в красный цвет и ее одевали на царей. И здесь как бы смеясь над Христом то, что называл себя царем, на него одели багреницу. Одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили приходящего некого кирниянина Симона отца Александрова и Руфова идущего с поля нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит лобное. В этих текстах Священного Писания мы видим, что над Христом надругались. На него одели царские одежды с издевкой, его били, написано, что перед ним становились на колени и кто-то даже плевал в лицо Сына Божия. Далее мы читаем, что Иисус не мог нести крест и человек, которого звали Симон, отец Александра, он взял на себя этот крест, потому что под тяжестью креста Иисус падал, он был истощен бессонной ночью и теми пытками, которые были над Небом. Однако, несмотря на самое жестокое обращение, унижение, Священное Писание пишет, что Христос, как овца, был веден. Он не сопротивлялся, он не предавал проклятию этих людей, хотя у него была сила, он мог воспользоваться этой силой, он мог остановить происходящее, но он молился, прости им, ибо они не знают, что делать. И когда он умирал на кресте, он сказал, совершилось. «Тайна сия велика», говорит апостол Павел, кто познает эту тайну божественной любви. Христос говорит, «Я и всем пастырь какой? Добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Христос отдал свою жизнь, он принес себя в жертву ради нашего спасения. И хотя все мы блуждали как овцы, но Господь желает сегодня собрать своих последователей. Он желает собрать всех людей в место, которое Он приготовил для нас. В Евангелии Теана, в 10 главе, далее Христос говорит в 16 тексте, «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь». Христос говорит, что есть еще овцы, которые не в Его дворе, которые знают истину, но не полностью, но частично, которые повинуются Ему, но которым еще нужно выйти с тех дворов, где пастырь не ведет овец ко спасению, но ведет к погибели. И Иисус говорит, когда они услышат Мой голос, они что сделают? Они выйдут, и будет одно стадо, и один пастырь. Сегодня существует мнение, что истина, она многогранна, и Бог открывается каждому человеку как? По-разному. Но может ли родитель своих детей учить по-разному? Одному ребенку он скажет, «Ты не кради», а другому скажет, «Кради, но так, чтобы никто не видел». Да. Или он одного ребенка будет учить так, а другого как? Иначе. Нет. Пастырь, или наш Небесный Отец, Он учит всех одинаково. Его истина одна. И поэтому Он говорит, когда овцы мои, те, кто искренне в своем сердце, но те, кто, возможно, еще не до конца понимают Священное Писание. Но когда они услышат Мой голос, они выйдут, и будет одно стадо, и один пастырь. Бог желает, чтобы люди, которые искренне желают следовать за Ним, которые читают Священное Писание, или которые заблудились, как овцы, и не видят выхода в этой жизни, они услышали Его голос и присоединились к Нему. Они приняли истину и были спасены для Царства Небесного. Однако услышать голос Христа это нечто большее. Вы знаете, сегодня, когда наши имена, Мое имя и имена многих людей внесены в списки членов Церкви. Но Христос говорит, где Твое сердце? Ты в списках в овчем дворе, да? Но где Твое сердце? Этот вопрос задал себе я, когда готовился к этой теме. Кому посвящены мои силы, надежды, чаяния? Люблю ли я Христа? Кого и что более всего в жизни я люблю и ценю? Является ли Христос для меня, является ли Христос для меня добрым и заботливым пастырем? Есть у меня овцы, говорит Христос, и не всего двора, но они услышат голос мой. Слышу ли я голос пастыря, который зовет меня, который каждый день обращается ко мне и ведет меня по злачным пажетям и долину из смертной тени, но ведет ко спасению. Добрый пастырь сегодня зовет каждого человека. Каждый, кто сидит сегодня в этом зале, он должен услышать этот голос. И Бог зовет вас. И будем помнить, что каждый из нас представляет для Бога большую ценность. Возможно, мы заблудились, какая-то овечка, и мы не знаем выхода. Бог возьмет нас на руки, что сделает? И принесет. Возможно, мы следуем за пастырем. Пусть чужие голоса не отвлекают нас, но мы хорошо знаем голос своего пастыря, нашего Христа, и следуем за ним. Если нам трудно сегодня, и мы следуем за Христом, будем помнить, что Он рядом с нами. Будем помнить, что Христос ведет нас не только злачными пажетями и водит к водам тихим, но иногда проводит через жизненные испытания, и Он желает, чтобы мы достойно прошли через них. Если вы проходите через испытания, испытываете нужду или беспокойство, в вашем сердце есть тревога, читайте Псалом 22, который написал Давид, в котором он сравнивает себя с той овечкой, которую ведет Господь. Давайте мы с вами откроем этот Псалом номер 22 и вместе прочитаем его. Давид в поэтической форме прекрасно выразил отношение Бога к нему и говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину из смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умостил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Господь наш, добрый пастырь, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец. Если вы слышите сегодня голос Христа, я думаю, что вы его слышите, читая Библию, слушая слова Священного Писания, скажите Господу, я хочу быть твоей овечкой, в хорошем понимании, в хорошем понимании, я хочу постоянно испытывать нужду в тебе, я без тебя, Господи, без помощи, веди меня по этой жизни, он возьмет вас на руки, да, возможно, вы почувствуете, как слезы капают на вас, слезы Христа, потому что, когда пастух находит пропавшую овцу, он что делает? Он радуется, он созывает соседей, говорит, порадуйтесь со мной, ибо я нашел ту овечку, которая пропала. Когда вы придете к Господу, он никогда вас не прогонит, возможно, не один год эта овца была потеряна, блуждала, он обнимет ее, он согреет ее, и он скажет ей, войди на добрую пашить, я и смедверь ко спасению, будь со мной, будь в моем дворе. Давайте мы подумаем об этом, давайте мы скажем Господу, да, и послушаем пение. Господь есть мой пастырь, не буду тужить, на пожитях злачных меня он пасет, дает насыщение моей он душе, и водит к потокам живительных вод, дает насыщение моей он душе, и водит к потокам живительных вод, дает насыщение моей он душе. Долиной ли смерти придется идти, не буду нуждаться ты всюду со мной, покой. Твой жезл и твой посол от рада в пути усталому сердцу даруешь покой. Твой жезл и твой посол от рада в пути усталому сердцу даруешь покой. Пусть благость и милость мой Божий святой всегда со мной будут в скитаниях земных. Храни меня в мире Своею рукой Пока не пребуду в обитель святых Храни меня в мире Своею рукой Пока не пребуду в обитель Аминь Сегодня мы живем в то время, когда голос пастырь Иисуса Христа еще зовет нас, еще есть время отдать Христу свою жизнь и последовать за Ним. Если вы желаете этого, скажите Господу это в своем сердце и давайте вместе помолимся с вами. Дорогой Господь, мы благодарны, что в этой притче ты открыл свое отношение к нам как любящий и добрый пастырь, который заботится об овцах, который ищет их, если они потерялись, который приводит их в стадо и который даже отдает свою жизнь, чтобы овцы были спасены. Господи, мы желаем следовать за тобой каждый день, мы хотим постичь эту тайну Твоей любви, чтобы быть с тобой единой, чтобы каждый день слышать Твой голос и знать, куда нам идти. Помоги нам, Господи, осознать, что грех ведет к смерти и что те животные, которые приносились в жертву, они были символом Христа, который умер за нас, который претерпел муки, чтобы мы были спасены. Помоги, чтобы эта великая истина удержала нас от греха и в нашем сердце жила глубокая любовь к Тебе. Благослови, Господи, нас. Возможно, мы еще боимся чего-то, возможно, мы перепуганы. Господи, но помоги нам довериться Тебе, Твоему Слову и быть с Тобой, быть в Твоем доме и идти по Твоим пажетям и войти в вечную жизнь. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.